всем приветик на улице такое солнце вообще нереальное я щур из жара я в пуховике в теплом как обычно но жарко очень на улице хочу сказать такую информацию нас привезли в деревню деревня называется новоседлый но это находится в 13 километрах от мыкулова мыкулова это такой большой город ну как большой город большая деревня с населением порядка 7000 человек в этой деревне в которую нас привезли где-то ну может быть 1000 человек населения как нам обещали это на две недельки но посмотрим вышли мы в деревне со своего домика вот он такой крайний домик но еще сам домик с виду приличного ладно хорошая походка идем смотрим что где находится как отсюда уехать смотрите нашли школу вот эту сельскую даже детей здесь и магазин вот магазин работает он с 5 утра до 5 вечера каждый день субботу воскресенье до семи до одиннадцати то есть сколько тут 8 9 10 11 4 часика работает но школа смотрите какая приличная нас в селе мне кажется даже таких школ нету у нас наверно все лохи школ нет они только каких-то городских центрах и дети если живут в глубокой деревне за ними приезжают автобусы специально не строится смотрите даже среди на какая школа интересно интересно конечно не знаю какое тут может быть образование но нет я имею ввиду как его дают причем тут средняя 640 можно привезти сюда ребенка вот завод на котором мы будем работать мы еще только приехали сюда и еще не работали не знаю как там что там но вот выглядит он вот так идти к нему буквально 10 минут от нашего жилья и то не спеша колокола все звучат аж тиси аж тиси нет он парсисты да ой 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 где мы попали смотрите даже есть коляска на двоих детенышей маленьких деток то есть так что в принципе тут еще живут люди ладно пойдем может остановки какие поищем что тут вообще есть так вот второй магазинчик мы до него дошли все находится в десяти минутах друг от друга в общем вот магазинчик и рядом остановочка еще знаете что все здороваются вот вот все жители которые мы встречаем их тут очень-очень мало и все добрый день добрый день приятненько вот называется остановка где вот мы находимся называется вот так остановка новоседлы новоседлы здесь ветер будет но смотрите поля поля вообще все это готовится посевом нашли железную дорогу дошли мы до железной дороги это зона пятьсот пятьдесят один кому интересно бланска это была зона двести тридцать пять а брно и окрестности это зона сто сто один ну так для общей информации мост через реку идем в магазин в выходной день который работает до восьми нам сказали вот так выглядит мост и река и река и река дорога но можно повернуть и идти по этой дорожке вдоль реки ладно ладно идем вот через мост прошли вышли и ориентир заправка идем дальше что-то забрыгает да но это сомнительно но это те кто приедет работать на вот этот завод хтс или htc да ориентиры вот это церковь или ну да это церковь и напротив за ней вот это зелененький магазинчик работает он до восьми и в выходные дни тоже называется по травине приехали в другую местность и вот тут есть такой замок такой замок такой мостик супермаркет ради чего мы сюда ехали большой это сам город Микулов ну короче да поселок городского типа Микулов да ну тут дома уже ну тут уже какая деревня сейчас мы выйдем на мостик чуть-чуть потрясет вот так вот то есть там железнодорожный вокзал мы приехали на конечную и вот такой вот он это на границе с Австом скуповываемся у нас большая грандиозная закупка так как у нас магазин находится в тринадцати километрах от нас ну такой солидный типа Теско, Билы такие небольшие супермаркеты конечно есть в городе в общем еле разобрались насчет этой сметаны у них закусана сметана это сметана обычная сметана это сливки я помню какой-то был тот подвох еще с того раза со сметаной но уже забыла честно говоря все эти названия понятия газировочка вот честно я не знаю в каком мы живем в веке вечер шесть часов автобус только уехал сейчас пятнадцать минут седьмого следующий автобус либо через два часа либо электричка ну через час но от электрички потом еще минут двадцать идти пешком в общем сказать что в шоке это ничего не сказать мы живем в таком глухом селе что в магазин надо ездить за тринадцать километров автобус днем ходит раз в час а вечером раз в два часа то есть вот восемь будет автобус и потом еще в десять последний и люди вообще как бы не ездят я так понимаю только на машинах они ездят потому что ну вообще не ездят мы когда сюда ехали мы еще один человек был который потом вышел в принципе в том же там селе недалеко то есть сюда даже не доехал в общем ребятушки я не знаю как советовать вам эту фирму или нет пока пока нет пока мы разбираемся со всеми ситуациями пока вот какой мы не зададим вопрос какая-то постоянно неопределенность ну вот реально мы сидим сумками какие-то древние времена сумки мы должны тащить вообще фиг знает откуда в общем ждем электричку мы решили поехать на электричке да там дольше идти но зато ждать часа а не два часа напишите мне свое мнение по этому поводу стоит ли вообще вот вот ну если бы мы знали конечно изначально что так будет потому что ну мы не знаем нам обещали абсолютно другое по факту получилось это пишите ко мне вопросы в комментарии но пока вот эту вторую фирму то что мы делали двухгодичную визу я не могу советовать только human capital и смотрите какая система human capital он у нас в Харькове то есть это как бы со стороны Украины со стороны Чехии это центрверк у нас был тоже очень хорошая фирма все они там все делают как положено а вот когда мы ехали в Польшу мы тоже ехали через нашу human capital но можно было напрямую сразу договориться с Польшей это Фольга называется ихняя фирма но мне она не понравилась скажу сразу вот они прям ну посмотрите видео про бедронку я там немножко затрагивала тему этой фирмы мне она не понравилась но вот human capital с ними сотрудничает по поводу денег да они выплачивали без вопросов деньги но по поводу там каких-то других вопросов ничего они не решали поэтому мне эта фирма конечно не понравилась и я ее вам советовать не могу но в любом случае под моим видео в инфобоксе есть все контакты и то что двухгодичная виза фирма и human и то что мы ездили на бедронку сразу вы можете связываться не платить human capital 2000 который вас просто туда же отправит я вам напрямую даю телефон напрямую связывайтесь с вот этим агентством если вы хотите и платите только за дорогу и все остальное вы ничего больше не платите это хорошо что сейчас на улице плюс 9 тепло ветра нету вообще ну несмотря на то что вечер классная погода прям сидишь отдыхаешь так замечательно но я лучше бы посидела бы за ноутбуком собственно говоря потому что уже то завтра на работу утром и когда что успевать вот смотрите на вокзале мы сидим ждем там вот электрички останавливаются а вот там автобусы останавливаются вот там вот они останавливаются но тут такой хоть приличный вокзальчик никого только там впереди трое человек и мы но ты что считаешь как ты считаешь что нам здесь оставаться вернее даже не здесь а за 13 километров отсюда в глухом селе только магазинов нет что мы сюда приехали скупиться нет сама обстановка ужасная там то есть там нечего делать там только работа только вот завод и все работать магазины которые там есть там два маленьких магазинчика ну это так вот макаронов погрызть картошки поесть хлеб можно купить с голоду вы не помрете но вообще без ничего просто мы привыкли к огромному выбору заходишь в супермаркет тебе куча там выбор сыров выбор всего колбас мяса тут пару-пару видов колбасы один-два вида сыра тоже ну опять же картошка макароны молоко есть как бы такое чтоб просто поесть да так все ребятушки сверх такого к чему мы привыкли там ни особых выборов там газировок ни йогуртов сырков там каких-то вкусных печенек которые я люблю ничего нету наша закупочка на почти тысячу крон так сначала хлеб 23 кроны за 600 грамм батон за 360 грамм ну 19 чем-то крон 20 в общем печеньки вот такие печеньки сколько они 15 капустка капустка это я взяла для салата затянула она на 30 чем-то в общем за килограмм такой капусты 32 кроны за килограмм обычной вот этой белокочанной капусты 20 крон 19 чем-то 20 крон это мы взяли на борщ капусту помидорки 34 кроны за полкило помидоры вообще что-то выбора не было все дорогие как-то мы привыкли по скидкам брать это дорого обошлись взяли две пачки мюсликов были они по скидке вот именно мои любимые без орехов тогда мы взяли с орехами и изюмом то не мои были любимые по 54 кроны с копейками 2 штучки а так они вообще по 94 далее такую замазочку попробовать купили помазанка у них называется ну не знаю даже с чем она стоит 20 крон вот это вот коробочек этот 24 подсолнечное масло было оно по скидке это кстати не мое 35 стоят вот такие вкусненькие пироженцы мне они напоминают наши бисквиты вот я их просто тогда постоянно лопала обожала сейчас они были по скидке я их взяла 35 за 10 штук курица вот такой вот большой пак здесь идет 2 килограмма два с половиной килограмма за 145 крон да и сейчас стоят они по 60 крон а так вообще по 8 по 90 даже то есть взяли такие ножки они все равно будут нужны сейчас разделю их положу в морозилочку и будем пользоваться рис рис за килограмм тоже там 20 с копейками взяла две луковички за килограмм двадцатка и картошку сразу покажу картошка вообще по разным-разным ценам это самая обычная по 18 крон по-моему она была за килограмм но можно найти дешевле но она будет совсем никакая мелкая но остальное все дороже вообще тоже мы по скидкам обычно ищем картошку так 2 огурца за 1 огурец 16 крон нет 14 за 1 огурец 14 крон сметанка сметана сметана закусочная сметана сметана еле разобрались так такая баночка стоит 19 19 это вот так это сюда это брала я поэтому я знаю что это 25 такая шоколадная паста взяли два салатика они по 40 по 39 с копейками по 40 обычно такие покупаем сырок здесь получается за 200 грамм 30 крон вот такого сырка ну это один из дешевых на самом деле опять же по скидкам да здесь 33 кроны за 206 грамм это чуть-чуть подороже ну тоже такое так яблочки 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 нам обошлись в 12 в 13 крон а так вообще 23 за килограмм вот это колбаса не знаю какая она взяли будем проверять 60 с чем-то за 900 грамм то есть почти за килограмм салями ну посмотрим на бутерброды будем делать а там как пойдет так взяла еще замороженные овощи все таки у меня польша научила пользоваться замороженными овощами 450 грамм вот таких вот овощей замороженных 22 крон 21 с копейками и вот эти вот подешевле подешевле но тут и меньше грамм тут получается 350 грамм вот наборчик из этого всего меньше чем 20 там или 19 или даже 15 там было по скидке ну в общем как-то примерно вот такая цена сок по 18 18 19 18 чем-то вкусный этот сок вот этот вкус мне понравился молоко которое по полгода хранится да то есть оно не из холодильника по 16 чипсики взяли попробовать вот такие вот с шашлыком почти тридцатка наконец-то взяла я себе кофе потому что это все оттягивал этот момент это кофе было по скидке 90 87 ой на 87 округлила я ладно так вермишелька по десятке за 500 грамм между прочим так я дешевле не нашла это самая дешевая и лоток яиц лоток яиц 57 но за одно яйцо почти 2 кроны там 1 93 яйца как яйца в принципе особенного но это тоже как бы по скидке самые дешевые ну вот в принципе и все а еще мы потратили на проезд когда ездили туда и обратно 60 в одну сторону 60 другую сторону соответственно 120 крон еще плюс проезд то есть но если смысл ездить просто выбор больше там чем у нас в этой деревне а